Готовы, участники? Еще сильнее! Я вас не слышу! На первое задание 20 минут участники должны приготовить салат. По какому рецепту каждый решает сам, а вот набор продуктов для всех одинаковый. Всего 5 корзинок, столько же и команд. Результат впечатляет. Салат средиземноморский, европейский, с грушей и перцем, национальный татарский салат, блюдо-светофор и салат санкционный. Профессиональных поваров здесь нет, только среди жюри. Традиционно нужно приготовить три блюда. Первое – это салат, его уже все знают. Второе блюдо – это приготовление мяса. А третье всегда – это был кулинарный сувенир. Сегодня ситуация абсолютно поменялась, потому что только в конце мы узнаем, какое задание нам приготовит шеф-повар ледней веранды развлекательного комплекса «Фабрика». Это и для нас на текущий момент интрига. Конкурс «Готовим на веранде» 8 канал организует уже во второй раз. Заявок на участие с каждым сезоном становится все больше. В этом году к мероприятию подключились и слушатели радио «Лемма». Команда приехала из Паска Дальнего. Хорошее настроение, самое главное. Приготовление хорошего блюда. А мы сегодня с отличным настроением. Спасибо, радио «Лемма». Кульминация конкурса – блюдо из мяса. На приготовление 50 минут. Спонсор продуктов – компания «Ратимир». Это самое основное, что должно быть – это мясо. Тут мясо предоставлено, то есть я смотрю, хорошая жирность, то есть шашлык будет сочным. То есть это не сухая часть, явно это, наверное, шея, судя по виду. Ну, я думаю, шашлык должен получиться очень хороший, очень вкусный. Мы не мариновали мясо, мы его не солили, мы его не перчили. Мы взяли чистое мясо, которое нам выдали, очистили его от жилок и в таком виде положили на решетку. Можно, когда резать лук, надо дуть на него, чтобы он глаза не щипал. А у меня самый главный секрет. Я каждый раз целую кастрюлю или какую-нибудь вещь. В чем мы готовим? Чтобы было капельку любви. Ой, классно вообще, да. Первый раз принимаем участие. Очень нравится. Со всеми заданиями гости справились за три часа. Последнее – кулинарный сюрприз. Команда должна приготовить оригинальный канапе. Другими словами, бутерброды из всего, что осталось. Справились. Оценки выставлены, итоги подведены. Само мероприятие, собственно, прошло довольно весело, на хорошую ночь, с хорошим настроением. Все приготовленное было довольно вкусно и необычно. То есть ребята все подошли с выдумкой. Молодцы. Мне понравилось. Наградили абсолютно всех, а первую тройку – подарками от спонсоров. Свою продукцию победителям вручили компании «Ратимир», «Квен-20» и «Алаказай». Но главный приз – золотая тарелка – досталась только одной команде. Ура! Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.